В МХТ имени Чехова полный аншлаг. Люди занимают места даже в проходе. Это неудивительно, что все пытаются попасть на эту премьеру. Дело в том, что произведение Чехова, по которому поставлен этот спектакль, еще никогда ранее не было перенесено на сцену. Дуэль-повесть, написанная задолго до того, как Чехов создал свои великие пьесы. Однако построена она по законам драматургии. Завязка, кульминация, развязка. Поэтому и инсценировать ее, делится режиссер Антон Яковлев, было несложно. Тут есть четкое развитие персонажей, есть четкая история, понятно, что и как. Тут четко прописаны идеологии. То есть дуэль сама просится, как бы сказать, на бумагу, как в качестве пьесы. Молодой Иван Лаевский бежал на Кавказ от Петербурга, чтобы начать новую жизнь. Но работать, как оказалось, он не умеет и не хочет. Жизнь кажется ему скучной, люди неинтересными, а женщина, с которой живет, вызывает только раздражение. Сил изменить хоть что-то Лаевский не находит. Для нашего брата, неудачника и личного человека, все спасение. Разговорка. Я должен находиться объяснение и оправдание своей нелепой жизни. Противоположность ему зоолог фон Корен. Натура твердая и решительная, в правильности выбранного пути не сомневающаяся. Лаевского фон Корен презирает открыто, считая опасным для общества, как холерная микроба. Он научил обывателям пить пиво. Ему же они обязаны сведениями по части разных сортов водок. Когда ты присваиваешь себе право правды, это великий грех, на мой взгляд, гордыни. И в этом суть, мне кажется, этого произведения. Когда вот эти две правды, два эгоизма, две таких антиверы, которые сталкиваются. И в итоге, на самом деле, ни та, ни другая, ни к чему не ведут. Потому что все они построены на песке. Драматизм нарастает и разрешается, как громом гроза, дуэлью, которая заставит обоих противников изменить отношения и к друг другу, и к жизни в целом. Вы никогда не стояли перед дулом пистолета? Ну, конечно же, нет. Вот, я тоже. Слава Богу. Но я думаю, что это момент такой очень серьезный, который действительно, ну, отрезвит. В этой повести, считает режиссер, Чехов, может быть, верит в людей больше, чем когда-либо. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад. Но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает, быть может, доплывут до настоящей правды. Такими словами заканчивается произведение. Дарья Ганеева, Сергей Котенко, Вести.